Всем привет! Сегодня у нас будет мукбанг с такой вот пиццей. Это магазинная пицца, она была замороженная. Настя добавила сама майонез, кетчуп и помидорчики. В духовочке 15-20 минут и получается такая вот пицца. Там она еще... Что там? Ты просто майонезом все замазала? Майонез, кетчуп и помидорки я добавила, да. Нет, с чего она вообще сама? Там салями и грибы. Ну и соус какой-то. Правда, ничего не видно, но ладно. И такой вот крабовый салат. Запиваем все чаем. Маска будет опять одна в мукбанге. Я не хочу сниматься, поэтому всем приятного аппетита. Всем привет, ребята! У нас сегодня мукбанг. Вы все прекрасно увидели, что мы кушаем. Да-да-да, это замечательная опять-таки пицца и салат крабовый. Всем привет, я за кадром. Аня у нас за кадром, не участвует. Наступит момент, когда мы будем участвовать в кадр. Какая же она пицца в магазинах Германии в замороженном виде. Обычно мы ее брали, а у нас не было духовки, когда мы жили на социальном жиле. Она нам не нравилась. Сейчас попробуем в духовке. Может, другое дело? Хочу тебя чуть-чуть зажарить надо дать. Ничего, что так? Вот такая пицца. Спасибо, да-да-да. А куда, сюда? Бортики мягкие очень. Ну, видишь, отличается от микроволновки. Микроволновка просто делает вид, что нагревает. Так, крабовый нос. О, как ее уже. Так, ребята, сегодняшнее видео у нас будет, там, нам много. Взывали вопросы, в комментариях писали. Мы ответим попозже. Сейчас попробую пиццу. Не нравится? Мне. А что здесь так? Что, майонез может... Колбаса. Не ешь ее. Плик. Забери ее еще. Ты когда вся пропиталась пиццей. Запах? Да. Там сыр еще был. Ого. Ты что, прям настолько плохо? Ну, попробуй. Мы же такую и едем. Ну, не знаю. Понятно, что... Пицца не та, которая, там, зайдешь в кафе, там, закажешь себе яйцо. Ну, понятно. А это пицца смазана. Ну, мы хотели запъем. Ну, да. Ну, а мы не крабовы. Просто я уже поняла фишку, как сегодня читала за крабовый салф. Чтобы крабовый получился вкусно, никогда нельзя экономить на ингредиентах. Это должно быть майонез высшего качества, хорошее, а не брать там по скидке, дешевый и так дальше вкусный майонез, который вы уже знаете. Очень хороший блин. Крабовые палочки хотя бы нормальные. Понятно, что они не крабовые палочки, а бумага, как то есть. Салфа. Спасибо. Поговорим мы с вами о вашей любимой теме. Многочисленным просьбам, да, просьбам, комментариям. Какая же у нас все-таки профессия? Там пишут, ага, вы же столько не отвечаете, значит у вас нет никаких дипломов, вы хохлушки, вы тупые, вы глупые. Короче, не будем брать. Просто люди как будто, не знаю, живут где-то тут с нами, они все знают, у меня так бесит. Типа, зачем ты говоришь о том, что ты меня не знаешь, там, выписываешь полнейший бред. Тебе некому высказать или что-то. Недовольная жизнь, мне душой не хочу войтик. Бред пишет. Все постепенно. Дело времени. Ну, просто, ну как, знаете, там был один-два комментарии задали этот вопрос. Нам не было смысла рассказывать сейчас, ну вот, пришел сейчас время, говорю, много комментариев, кто задал вопрос этот, поэтому сегодня решили вот рассказать вам за Макбаном. Чай нормальный, я себе сделала обычный немецкий чай. А это польский или какой-нибудь? Коробовый вкус, на зря ты говорила. Так вот, ребята. Ты или я будешь говорить? Давайте начнешь, а я вам буду продолжать. Я распробую сейчас салат. Нормально. Образование у нас высшее. Бакалавры, не магистры. Бакалавры по специальности психология. Психологи. Да. Я не знаю. И что, вам рассказать, что про психологию. У нас одна специальность, и тем ником, кто писал, типа, да вот, вы скрываете, что-то непонятное. Я могу диплом показать, он у меня с собой, а Настин остался. Ребята, кто не знает, да, Анин диплом уже не в джоп-центре, а, точнее, в джоп-центре. Как это называется? Я переводила его на немецкий. Когда, так вот, ребята, когда Аня ходила в джоп-центр, к ней был допрос. Где твой диплом? Допрос. Она удивилась, говорит, у меня логично его нет. Ну, как бы, мы не знали, нам никто не говорил. Мы не знали, и вот, они говорят, нам нужен диплом. Подтверди, здесь, в Германии, твой диплом. Депрессивно на немецкий. Перевести немецкий за ихний счет. Все оплачивают в джоп-центр. Мы это все сделали, они перевели диплом. Мне прислала сестра диплом. Да, с Украины. Она просто ехала сюда, в Германию. Она была на другой земле, и по почте мне переслала его. Я пришла в джоп-центр, говорю, вот мне диплом, мне прислали. Они мне назначили штермин. Дали мне какую-то, ну, типа квитанции, что мне оплатят этот перевод в бюро переводов. Ну, мне перевели, я поехала в эту компанию, мне перевели диплом на немецкий. Сразу, моментально. Да, ну, как сразу, по-моему, я ждала неделю. Ну, там, типа, ну, на термин был, ну, запуск можно так сказать. Ну, термин, нет, термин, да. Ну, что термин называется? Ну, да. Без очереди, без всего, мы зашли, позвонили в звонок. Мне перевели его на немецкий через неделю. Я отвезла этот перевод в джоп-центр, там, в отдельный кабинет. Я там порасписывалась в кое-каких документах. Ну, как бы мне сказали, что это очень хорошо, что здесь нужны психологи, кстати говоря. Там переводчица была, она это говорила. И говорит, пожалуйста, идите только на курсы, изучайте язык, потом доучивайтесь, подтверждайте свой диплом и будете работать у нас по специальности и иметь, как бы, достойную работу. А Настин диплом, к сожалению, остался в Украине. И пока что нет никакой возможности его передать. Ну, да, пока что нет возможности. Но, знаете, у нас это было... Холодное. Холодное? Да. Подарить? Да. У нас такое, знаешь, она нас как-то подвинула. Не знаю, это девушка переводчица, у нас общая была. Она сколько всего дала понять, здесь, в Германии, что и как. Мы дальше, мы сейчас с ней общаемся. И это было не просто так сказано, что вот, идите. Человек к нам конкретно, потом мы с ней столкнулись, общались, она дала понять, что вот, нужно, нужно идти на курсы, конкретно на курсы, заканчивать курсы, потом, конечно, по специальности. И да, в Германии очень много требуется психологов. Поэтому не пишите то, что вы нам там советуете, мы знаем, что и как. Повторюсь еще раз. Вот так вот. Ну, не только психологом можно будет работать, если знать язык. Социальным работником, ну, все такое. Очень много в Германии не хватает разных рабочих. Вы окружаете. Разнорабочих? Ну, да. Ну, а что? Ну, а что не так? Ну, мы специальности обычные люди. Нам минимальные зарплаты, может, кто-то хочет. Да, ну, это все. Потому что большинство, не знаю, может, знаете, там, немцам не устраивает какая-то определенная сумма. Ну, в работе сумма, мы там, 1200 евро, там, 2000. Они там хотят от трех и выше получать. Поэтому они на такие работы не идут. И поэтому, ну, не хватает разнорабочих, поэтому говорю. Они ищут, кто пойдет там, за 1200, за 2000 поработает. У меня Данечка знакома тоже с Харькова. Она немецкий изучала еще со школьных времен. У нее брат просто в Германии много лет живет. И она изучала еще, когда в школе училась, нанимала репетитора. И, в общем-то, хорошо она выучила язык. И вот спустя... Что? Не утром. Спустя время он не пригодился, как видите. Хоть и в таких вот ужасных обстоятельствах. И она его знает на Б2. Сейчас она уже поступила в университет. Учится, там, экзамен тоже. Говорит, что нервы не к черту. Что тяжело ей все дается, график. В общем, не так, как она привыкла жить. Можно привыкнуть ко всему, я тебе скажу. Время, конечно, нужно и теперь нет. Да, молодец. Но, знаешь, это как-то не то, что с судьбой. Но все равно, не просто так все получается. Человек, извините, занимался со школы. И да, с таких обстоятельств так получилось. Вот она приехала, она поступила в университет. Это прикольно. Молодец, конечно. Гриф. Грифы там были. Твердая шутка. Поэтому, я думаю, в своей жизни не просто так. Не нужно слушать там кого-то. Вот у нас свое мнение, мы решили так. Лучше мы пойдем на курсы определенно. Будем, может, мне же говорили, дополнительно заниматься над курсами. Как оно должно, так оно должно быть. Как артилянут. Ты чай опешь? Можете я пиццу подогреть потом? На минуты-две. А себе? Ммм, я такую буду есть. Это ужас, честно. Хуже я щеку не пробовала. Ну, даже не чувствую. Тогда я обратно ставлю, подогреть. Приблизили. Ой, ребята, наконец-то ужас. Сейчас будем доедать второй кусочек пиццы. Пицца ужасная. Вот я уже доедаю свой крабовый салат. Ребятки, мы вам ответили на ваш часто задаваемый вопросик. У вас уже 657 человек на данный момент. Мы очень рады этому, что вы добавляетесь. Мы будем стремиться дальше, что-то интереснее рассказывать. Как только у нас побольше людей появится на канале, тем больше интереснее новостей, всяких мукбангов, историй. Вы думаете, что мы злые, там, или что-то вроде того, просто, ну, сейчас такое время, вы сами понимаете, когда вам пишут такие комментарии, то реакция такая, какая она есть. А так мы только за позитив и позитив. Ну, Аня, что ты хотела? Жово от такого будет. Нравится? Хоть крабовый. Да. Это... Мы от безысходности взяли эту пиццу. Ну, у нас Ауди работала до 7 вечера, мы были заняты. Как-то не постарели на время, и всё. Ну, а мясо очень было дорогим. Зашли рядом магазин РВ, он работает до 10 вечера. Продукты там, кто знает, где находится в Германии, ну, дороже, чем в обычных магазинах, чем в Валде, чем в Нета. Там цены, конечно, отличаются, начиная с овощей, заканчивая мясом. Зашли выборы особо, кстати, мяса не было, всё разобрали. Остались там какие-то несчастные гомилки. Мы не стали брать, потому что мы до этого ели их. Да, и они им дорого стоили, и того не стоили. Мясо дорого, 6 евро. Там, филешка, курица 400 грамм, 6,50 даже в РУ. В Валде она, например, будет стоить 4,50-5 евро. А в Валде, ой, в РВ, она стоит 6,6,50. Мы не стоили брать, потому что это практически уже 10 евро. Мы думали, как ложиться 10 евро, а получилось 13 евро. Ну, купили вот продукты на крабу, вы сделали крабу и купили пиццу за 3 евро. Получилось так у нас 13 евро. Ну, кола. Ну, и кола ещё до вчера мы набили. Безысходность, так что тут особо не пошикуйся, а то там пишут, что мы тут едим, не знаю, что. Золотую пиццу. Золотые батоны. Так что, такие дела, ребята. Заходите на наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите комментарии, что вы хотели бы узнать. У меня никакого цвета кукурузы попалась. Я не видел. И у меня скоро. И у меня такая. Мы книжечки будем покупать нам пока не ответили, какие. Ну, сейчас выходные. Завтра, может, поедем, купим зошиты, может, тетради какие-то. Ручки. Не, а, блин, те книжки, которые... Для заданий немецких. Блин, что застряло. Пицца ужас. Не могу достать. Стоматологу тебе надо. Ждём Алка, ребята. Пока что молчат, который день напишем им. Молчат. Что тут, джоб-центр. Что, а как? Смысла нет ехать, потому что уже знаем эту стратегию, чем будет. Оттуда вот сюда будем берать. Будем выписывать до последнего. На этом, ребята, всё. Ещё раз говорю, подписывайтесь, ставьте лайки. Сдавайте нам прекрасные вопросы. Можете и хорошие, можете и плохие. Мы уже никак не реагируем на это. На всё отвечаем. Да, на всё отвечаем. Пишите. Пишите. Всем пока. До скорых встреч. Пока.